Добрый вечер, дорогие друзья, с вами канал Одна Австралия, я Александр Петров. Вот дождь меня выгнал, выгнал с видеозаписи, приходится возвращаться домой, но ерунда, мы и по пути сделаем видеоролик. Кстати, напомню вам о пяти качествах, тех качествах, которые вы должны иметь, как человек, который хочет найти работу, а который хочет попасть в эмиграцию, который ищет возможности приехать, разве у него другие, скажем так, качества должны быть, а вот и нет. И поэтому давайте поговорим о тех же самых пяти качествах, но которые хорошо работают в плане вашей эмиграции в Австралию. Резиллиенс, то есть умение очень быстро держать удар и не поддаваться стрессу. Пожалуйста, что произошло сейчас с вот этим коронавием? А то, что можно опустить руки. И я вам скажу, я знаю достаточное количество людей, которые на все плюнули, сказали, да ну его нафиг, в короче, никакой эмиграции у них не будет. Но то же самое могу сказать. За две недели до того, как приехать сюда, у людей, у которых были, ну, хорошая визовая история, и все условия для того, чтобы приехать сюда, они не сообразили, что через две недели Австралия закрывается. Поддаться на визу, это, ну, час. Получить визу 4 дня, приехать 2 дня. Короче говоря, приняли решение через неделю здесь, в Австралии. Приняли, нет. Резиллиенс 0. То есть, есть стресс, надо делать все быстро. Делают? Нет, не делают. А вы должны делать. Вы должны делать свою эмиграцию под стрессом. Потому что ваш эмиграционный путь, это будет постоянный стресс. Потому что государство будет постоянно менять условия. И вы должны быть подготовлены. Кстати, это и второе качество. Вы должны быть адаптированы к постоянно меняющимся условиям. Вы адаптированы? Да. Большинство моих студентов, да, адаптированы. Вы, не знаю, вы еще сюда не приехали. Но, дорогие, кстати, это во многом Гагариным относится. Вы посмотрите, как государство быстро, как вот этот вот наперстничек все меняет, все обстоятельства. Но вы сможете, вы сможете добиться своего. И если у вас это качество будет. Технология. Вы поймите, многие документы сейчас делаются онлайн. Вы должны. Ну, понятно, софт, гаджеты, все такое дело. Ну, вы намек поняли. Но дело в том, что коммуникация, возможность собрать данные. Очень многое, что в вашей эмиграции будет зависеть от того, насколько вы технологически подготовленные люди. Вы к этому готовы? Если нет, готовьтесь. Но вот одно бы я поменял бы. Я бы поменял и ввел бы лояльность. Дело в том, что ваша лояльность, в данном случае не к работодателю, а лояльность ко мне, друг к другу и к тем людям, которые помогают вам с эмиграцией. В том числе и лояльность просто к кругу своих друзей, системе, очень важна. Вот вы были у своего работодателя, вы были на хорошем счету у своих друзей. И пришло время сделать справку, в которой вам гарантируется, что вас берут на работу. И если вы в действительности лояльны, если вы в действительности заслужили уважение своего работодателя, вы ее получите или друга какого-то, он вам сделает. У него крупная фирма. Вы вообще каким-то боком относитесь. Никак к его работе, но он что-нибудь придумает и поможет. И ответит на звонки из департамента эмиграции. Все у вас будет хорошо. Или у вас ничего не будет, потому что не будет таких гарантийных писем. Их не будет, если у вас нет лояльности. Лояльность к друзьям, лояльность к... Короче, если вы не можете быть преданным человеком, если вы не преданный человек, если вы предатель. И последнее. Emotional intelligence. То есть, знание людей. В какой-то степени может быть макеавелизм, в какой-то степени способность манипулировать другими. И однако. В хорошем смысле. Знание людей и умение использовать их достоинства, недостатки, слабости и сильные стороны. Приведет вас к успеху. Например, вы знаете, что, предположим, преподаватель родом из Шри-Ланки, Сингал. Да? Или работодатель. Пожалуйста. Такой, кстати, был у меня случай. Как раз в Шри-Ланке Сингал был. Он владелец одного из наших колледжей. Трони его душу, вспомни что-нибудь, что ты знаешь или узнай о Сингалах. Не надо говорить, что классно они замочили этих тамильских тигров. Хрен его знает, у него жена Тамилка. Ну а что-то такое интересное, красивое, историю у народа. Ну а как же у народа есть история, что-то же приятное есть там. И сделайте это. Сделайте ему комплимент. Это говорит о том, что вы знаете людей. Это говорит о том, что вы вообще кое-что знаете в этой жизни. И, соответственно, это во многом вам может помочь. Так что, дорогие друзья, не стесняйтесь. И пользуйтесь и обстоятельствами, и людьми. Будьте им верны, преданы. И вот все это в совокупности, если вы используете эти пять факторов с заменой пятого, допустим, на лояльность, все у вас получится. Так что, берзайте.